В настоящее время в Ненецком округе строится сразу несколько многоквартирных жилых домов. Согласно срокам исполнения контрактов, часть из них введут в эксплуатацию уже в текущем году. Ряд объектов находится еще на нулевом цикле. Наша съемочная группа вместе с представителями заказчика строительных работ и регионального департамента строительства ЖКХ транспорта и энергетики смогла оценить качество и темпы строек в городе Наринмаре и поселке Искателей. Осмотр строящихся объектов начали с поселка Искателей. Возведение 39-квартирного дома по улице Рассихина и 95-квартирного по улице Строителей началось в начале лета. Сейчас здесь идут работы по монтажу стеновых панелей, которые завершатся на следующей неделе. Сокольный этаж дома на улице Строителей готов на две трети. На текущий момент процентов 30 по бетону принято. За два дня планируем закончить бетонные работы по ленте. И после отстоя ленты начнется укладка блока. В сентябре планируем завершить ниже нуля этап и приступить уже к кирпичной кладке. Дом будет из кирпича, кирпичная облицовочная кладка. Всего в ходе рабочей поездки по строительным объектам специалисты профильного департамента осмотрели 12 строящихся домов. Среди них 41-квартирный дом на пересечении улиц Полярной и Пырерка, который возводит компания «Верса-М». Срок сдачи объекта – конец этого года. Выполняем работы по прокладке канализации дополнительно. Согласования прошли по теплосетям, по газосетям. Единственное, есть вопрос с кабелем, но, я думаю, мы его тоже решили. По инженерным сетям когда планируете закончить? Ну, где-то тоже, это тоже где-то сентябрь, середина сетей. Канализация будет закончена, значит, на тепло у нас материал есть, то есть сейчас только, ну, уже решили, в принципе, прокладку сетей, только закончим канализацию и приступим к сетям. Почти все квартиры в строящихся домах «Искатели» и «Наринмара» будут распределены между различными социальными очередями на жилье, в том числе для переселенцев из ветхого и аварийного жилфонда. Основные квартиры будут выделяться под расселение ветхого и аварийного жилья, но в том числе будут предусматриваться ряд квартир под детей-сирот и под спецжилфонд в случае, если у нас будут специалисты, крайне востребованные в округе, это больше касается медицинских работников. Особое внимание окружные власти уделяют 10-секционному дому по улице авиаторов, который подрядчик должен был сдать в декабре прошлого года. На данный момент на 6, 7, 8, 9 секциях идет подготовка к отделочным работам. На этой секции отстукатурены уже три этажа. Работы ведутся дополнительно еще на двух этажах, буквально закончат через неделю, переходят на оставшиеся на первый и второй этаж. Плюс параллельно после подсыхания начнутся уже малярные работы. На 10-й секции пока полным ходом идет только залив кополов. Всего на строительстве этого дома занято больше ста человек. Сдать объект подрядчики должны до конца этого года. Мы вписываемся в график, то есть я думаю, что мы впишемся и в 7-ю и 6-ю секцию дадим вовремя. Что касается 8-й, 9-й, 10-й, то у нас она по графику идет уже конец сентября. Я надеюсь, что тоже впишемся. Ресурс есть, люди есть, процесс идет. Работаем с одним выходным в воскресенье. Всем необходимым материалом мы обеспечены. К концу сентября строители планируют также благоустроить и двор дома, уложить плитку и провести озеленение.